Супчик сваришь, второе надо ставить. Так вот, две плитки пользуем за месяц около тысячи. А ведь Алевтина и Валентин Щелкунова живут в благоустроенном многоквартирном доме. И газовая плита у них четырехкомфорочная, и за газ никогда долгов не было. Поэтому все, кто приходят к ним в гости удивляются. Как так? Уже полгода без газа. Сейчас думаю, что какие-то неоплаты. Насчет оплаты, то только что там принесут, я тут же бегу. Я уж не знаю, Котлас газсервис или кто там, я не знаю, управляющий нашей компанией Великая. Дайте нам газ. А это еще не митинг, но похоже и до него дело дойдет. Настрой у жителя Невского-14 боевой, потому что люди оказались в патовой ситуации. Мы платим добросовестно, мы не нарушали там ни оплаты за газ, ничего. Ни за обслуживание газового оборудования, которое эта же газовая компания берет. И в то же время получается, что мы сидим без газа. Сейчас заготовки начинаются. Вот надо все готовить, а свет в полторы тысячи. Надо иски предъявить, спецстроить за то, что они нам не ремонтируют. Вот весь дом бы такие иски, как говорится, подал в суд, тогда мы, может, зашевелились бы. Газ в этом доме закончился еще в феврале, после того, как Котлас Газсервис получил от управляющей компании Спецстрой отчет по итогам обследования газовых труб в доме. Невского-14 перешагнул за 30-летний рубеж. И такая диагностика требований закона. Ее проводили кировские эксперты из компании Эгида. Они выявили на доме всего две проблемы, которые, к слову, уже устранены текущим ремонтом стоимостью порядка 50 тысяч рублей. Но в ответ на отчет Котлас Газсервис потребовал провести капитальный ремонт газовых сетей за 4,5 миллиона. Люди отказались. Газовики перекрыли газ. Они находятся наружу, они же не внутри. Домовые сети. Почему? Мы-то должны за это платить. За то, что мы поменять вот эти все трубы, которым 30 лет якобы, ну вот 30 лет. Мы должны заплатить, мы, 4,5 миллиона. За что? Котлас Газсервис взял на себя такие функции, что он диктует, когда, кому, чего делать. То есть его задача, чтобы все жители начали проводить капитальный ремонт газопроводов. Кстати, управляющая компания «Спецстрой» договориться с Котлас Газсервисом так и не смогла. Идти на соглашение с Котлас Газсервисом, как просит администрация, чтобы урегулировать ни жителей, в том числе, самое главное, первое, что они отказываются идти, и протоколом это подтвердили. И тогда «Спецстрой» предложил жильцам альтернативу – перевести дом на электричество. Замена проводки обошлась бы людям в полмиллиона рублей средств капремонта и навсегда избавила бы их от газовой зависимости. Но предложение оказалось заманчивым лишь на первый взгляд. Было собрание весной, предложили перейти на электрические плиты, но большинство людей отказалось, потому что это дорого. Льготные тарифы согласовать с энергетической компанией сказали нереально, то есть нам расценки те же самые останутся, поэтому большинство людей отказались. И предложили они такой вариант, что они кидают единый кабель по подъезду, а из подъезда каждый заводит уже себе в квартиру сам. Представляете, да, что это? Панельный дом, штробить под проводку. Во-первых, это дорого. Во-вторых, у 99% здесь сделан ремонт. И для того, чтобы прошли без стены, нужно ремонт полностью демонтировать. И небезопасно, да. Так почему же Котлас Гассервис так категоричен? На наш взгляд причин две. Первое – это страх ответственности на фоне всех историй о взрывах газа в жилых домах в разных регионах страны. Ну а второе – это стремление заполучить деньги, которые люди накопили на капремонты. Речь идет о многих миллионах рублей. Поэтому легенда такая. Раз дому больше 30 лет, значит газовое оборудование может быть небезопасным в эксплуатации. Но по конкретному дому на Невского, 14, есть экспертное заключение в специализированной организации. В настоящий момент я не вижу никаких правых оснований для становления газоснабжения. Там все исправно. И я могу честно сказать, что Котлас Гассервис, какие бы они не были великими, какие бы они радостные, красочные клипы о себе не снимали, они не являются теми специалистами, которые могут давать какой-то анализ для оценки заключения специалистов, которые проводили техническое диагностирование. Наша организация проводит техническое диагностирование уже более 10 лет. На Эгиде остановимся подробнее. Может с ней что-то не так, раз Котлас Гассервис не принял во внимание ее заключение. На сайте руспрофиль.ру читаем. Это малое предприятие, работает с 2008 года, имеет три лицензии. Основной вид деятельности – технические испытания, исследования, анализ и сертификация. Но, что нас особенно удивило, это 71 штатный сотрудник. А еще, оказывается, к Эгиде обращаются для экспертного заключения по многим ЧП со взрывами газа в домах. Мы самая крупная организация в России. У нас самый богатый арсенал как оборудования, так и эквалифицированных специалистов. Практически все методы неразрешающего контроля, которые существуют в Российской Федерации, установленные нормативы, они у нас представлены специалистами. В нашей организации есть еще четыре эксперта промышленной безопасности. Один из которых относится к второй категории системы газоснабжения. Ну что ж, тут вроде все хорошо. Но тогда, может быть, законодательство позволяет Котлас-Газсервису отключать по своему усмотрению жилые дома? Оказывается, тоже нет. Прокуратура еще весной выявила, что на Невского-14 газовики нарушили правила пользования газом. Нарушение выразилось в нарушении порядка и условий при остановлении подачи газа в данный многоквартирный дом. Государственной жилищной инспекции выдано предписание о Котлас-Газсервисе сроком исполнения 6 мая текущего года. Итак, еще весной государственная жилищная инспекция, руководствуясь правовой оценкой действий Котлас-Газсервиса, полученной от прокуратуры, выдала предписание газовикам с требованием вернуть газ на Невского-14. Но те поставили ГЖИ в игнор. Тогда жилинспекция обратилась в суд, чтобы через судебное решение заставить Котлас-Газсервис вернуть газ этому дому. Но суд вынес неожиданное решение для всех сторон. Он признал, что газовики не имели права требовать проведения капремонта. При этом действия по отключению Невского-14 от газа признал правомочными. Котласский городской суд вынес решение о наличии у общества весомых оснований для невозобновления газоснабжения дома и отказал Государственной жилищной инспекции в требовании по пуску газа в дом. Такое решение не устроило истца. ГЖИ вышла на апелляцию. Дата нового судебного рассмотрения еще не назначена. А значит, жителям Невского-14, чьи интересы отстаивает Государственная жилищная инспекция, вместе с эгидой и управляющей компанией «Спецстрой», не остается ничего другого, как ждать и продолжать оплачивать счета за электричество. Но тут кроется самая большая опасность. Мы сейчас сидим под угрозой, или мы сгорим, или у нас придут сумасшедшие счета за свет, потому что проводки наши не выдерживают. Люди начинают устанавливать какие-то баллоны, которые тоже аварийную ситуацию создают. И когда будет больше чрезвычайной ситуации, неизвестно никому. Светлана Федоранчук высказала главное опасение жильцов. Электропроводка в доме старая, не приспособленная к сверхнагрузкам в виде электрических плиток. Ее может пробить в любой момент, в любом месте. А по статистике, неисправная проводка является причиной абсолютного большинства пожаров в жилых домах. Светлана Дейнека, Александра Гаврилова, Юнона Вольф, Алексий Вачик. Кот-Ньюс.